Десперада 2 Основа действия. Специальные способности персонажей. Сэм прекрасно взрывает. Джон умеет метать нож. Док Маккой бросает во врагов гранаты с усыпляющим газом. А красавица Кэт может очаровать любого преступника. Герои не любят лишнего шума. Все должно происходить тихо и незаметно. Сила команды в слаженных действиях. Если просто оглушить солдата, его напарник сразу же поднимет тревогу. Специальный режим управления позволяет заранее расписать роли, чтобы в нужный момент все одновременно сделали свое дело. Теперь все прошло гладко. Порой действие напоминает головоломку. Нужно найти уязвимое место в охране, отвлечь противника. Приходится долго лежать в засаде, выжидая подходящий момент. Многочисленные враги заставляют игрока крепко задуматься, прежде чем что-либо предпринять. Одной меткой пули достаточно, чтобы герой отправился на тот свет. Повсеместная мода перенесла действие в трехмерный мир. Мы получили возможность взглянуть на старые декорации под новым углом. Неожиданно командная стратегия в реальном времени превратилась в стелс-экшн. Теперь мы можем вблизи рассмотреть место действия и лично участвовать в бою. Выбор широк. Врага можно усыпить, зарезать, застрелить, нежно оглушить. В дело могут пойти снайперская винтовка, лук со стрелами и даже пулемет. Иногда приходится принимать решение. Осторожно продвигаться вперед шаг за шагом или же прорваться одним броском. Время от времени проще достать револьвер и перейти в наступление, уничтожая врагов один за одним. Действие превращается в обычный боевик. В самых сложных случаях приходится сочетать боевик и стратегию. Перед боем мы раздаем задания персонажам, а потом лично подстраховываем их на случай непредвиденных ситуаций. Казалось, игре обеспечена благосклонность и приверженцев стратегий и любителей боевиков. Но что-то пошло не так. Дисперада 2 не стала сенсацией или событием года. Но и провалом ее назвать нельзя. Разнообразные рейтинги колеблются от 40 до 80%. Не часто приходится видеть такой значительный разрыв. Одни рецензенты в восторге, другие кричат о провале, третий просто морщится. Так что же случилось? Что помешало успеху? Жанр вестерна особенный. Волшебство Голливуда превратило спокойных пастухов в рыцарей кольта и ножа. В таких условиях добиться реализма нелегко. Знакомьтесь, Джон Купер. Ковбой – главный положительный герой. Он настолько правилен и непогрешим, что его даже трудно принять за полноценного персонажа. Его друзья не отстают. Достаточно посмотреть на мексиканца Санчеса и красавицу Кейт. Такое впечатление, что мы оказались в центре пародии. Но все убийственно серьезны и верят в происходящее. Игра зависла посредине между угрюмым боевиком и эксцентричной комедией. Теперь красавица Кейт по-шпионски проникает на военную базу. Рыжие волосы и яркое платье не мешают ей незаметно бродить по укрепленному форту и собирать разбросанную косметику. Подобные противоречия наполняют всю игру. Стратегия и стелс-экшен оказались несовместимы. И чаще всего мы вынуждены в одной миссии командовать в стратегическом режиме, а в следующем лично брать в руки револьвер. Вот мы по одному убиваем противников в соответствии с заранее определенным планом. Ночь помогает напасть неожиданно. А вот наш добрый доктор в одиночку истребляет десятки защитников форта. Задача проста — убить всех. Нестандартная постановка вопроса для стелс-экшен. Как только убийство превращается в рутину, появляется новое задание, требующее точного расчета и планирования на пять шагов вперед. Резкие перепады температуры вредны для человеческого тела. Так и перепады жанра оказались вредны для игры. Ковбойская тактическая игра обрела новый режим. К сожалению, два режима пока еще не полностью притерлись друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok